20 ноября, понедельник Да ладно, достиг он высшей власти Давайте все вместе поздравим темпераментный народ Аргентины Вива на либерта, карахо! Который большинством голосов отдал высшую власть вот этому человеку Стоящему во главе коалиции с угрожающим названием «Свобода наступает» Звать его Хавьер Милей Он хочет спасти страну и сделать ее снова великой Приходит конец модели с всепроекающим государством, которое приводит народ к бедности Он хочет ликвидировать национальную валюту Порезать бензопилой на кусочки Центробанк Минздрав И все такое Он обещает разрешить свободную торговлю оружием и человеческими органами Он хочет побороть 140% инфляцию Надо быть очень недовольным своей жизнью, чтобы клюнуть на такие печеньки Но клюнули, избрали Хавьера Милея Что ж, пусть будет аргентинцам счастье Да, и уже решено Аргентина не присоединяется к Брикс С 1 января 2024 года Как недавно договорились Не дай мне Бог сойти с ума Нет Лучше посох и с ума 21 ноября, вторник Годовщина Киевского Майдана Помню, как 10 лет назад, глядя на украинскую бузу, я сделал вот этот мультик Годовщина Киевского Майдана И понеслась Мы хотим Европу Там новые технологии, там демократия Евросоюз даст нам деньги Помню еще, как тогда знакомые из России заламывали ручки и писали в соцсетях Ах, какие они молодцы, но почему мы так не можем? Мы не успокоимся На самом деле это было такое планов громадье С которыми справились дети Майдана за каких-то 10 лет Что не каждый осилит и за полвека Нет, вы сами прикиньте, что они смогли совершить за эти 10 лет Уменьшить население страны более чем в два раза Потерять пятую часть своих территорий Буквально убить собственную промышленность Полностью перейти на внешнее финансирование Разозлить флегматичного соседа настолько, что он пошел на тебя войной Которой ни конца, ни края не видно Украина! Та я новая! Списочек можете продолжить сами Может, в итоге надо порадоваться, что Но не шмаглая! 22 ноября 22 ноября Среда Разговор о Рублевке Ну, не об этой Рублевке, где обитает весьма специфическая публика А о Сторублевке О новой Сторублевке, которую Центробанка ввел в обращение На ней изображены, но вначале короткая ретроспекция До этого была купюра в 1000 рублей, на которую художник то ли забыл, то ли точно выполнил задание и не нарисовал кресты на Введенской церкви в Казани Центробанку было указано Обещали исправиться А до этого Центробанка ввел в оборот 500-рублевую купюру, на которой вместо Соловецкого монастыря был изображен, по сути, Соловецкий лагерь особого назначения с церквями без куполов Рисунок просто скопировали с 500-тысячной денежки Центробанку пришлось менять дизайн купюры И вот снова здорово На новой Сторублевке художник то ли забыл, то ли опять точно выполнил задание и не включил в состав России так называемые новые территории Наверное, в соответствии с целями и задачами специальной военной, но этой самой 23 ноября, четверг Папа Франциск принял группу трансгендеров на обеде в Ватикане Апофеоз апофигительных ценностей А теперь рекламная пауза Мне надо прийти в себя Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа А если не будут брать, отключим газ Нет, не так надо говорить Правильно, вот так А кто не поедет в Минск на саммит ОДКБ, отключим свет 24 ноября, пятница Отныне и боюсь, что надолго самый короткий путь из Питера в Хельсинки составляет 1300 километров Да здравствует дружба между народами А также да здравствует напиток Кока-Кола На дегустацию которого в бар главпива некоторые товарищи были приглашены 19 мая Трам-парарам 1938 года Именно так пригласил сам начальник главпива товарищ Максимов А еще в эту пятницу Минюст резко повысил статус звания иноагента Его впервые присвоили целому бывшему премьеру Михаилу Касьянову Более известному честному народу под прозвищем Мишка 2% Это расправа, других версий у меня нет Между прочим, по европейской версии он был самым эффективным российским премьером Первый пошел, кому-то приготовиться 25 ноября, суббота Чем хороши политики? Да тем, что они свято следуют своим принципам Один из которых – хлеба и зрелищ И если с первой частью лозунга у них для нас далеко не так, а хотелось бы То со зрелищами они создают их из ничего Министр цифровой трансформации Испании Хосе Луис Эскрива Обсуждая высокие материи искусственного интеллекта Наливает воду прямо в подстаканник Ничего так для субботы, а? 26 ноября, воскресенье Палестинские активисты наконец-то поняли, что их противник понимает только язык денег И выпустили приложения для смартфонов, маркирующие израильские продукты Чтобы их не покупали Теперь дело за малым Каждому начать с себя А знаете, как это трудно – начать с себя Не правда ли, Дмитрий Сергеевич? А в администрации президента сейчас айфонами пользуются или отказались? Кто-то пользуется айфонами, кто-то уже отказался Это такой угольный А вы, если не секрет? Я еще пользуюсь айфоном Открыли Семкин Продолжение следует...